И всем еще раз привет, с вами Ромарио, и я попытаюсь пройти долбанутого Супермена 64. Все мы знаем, какая это говеная игра. Суперменом... Я не знаю. А? Я не знаю. А, в общем, Суперменам в играх вообще не повезло. Так посмотрим, что из себя представляет на ней Т-64, ну, для тех, кто не знает. Да, Ажелатая, однозначно ты прав, не затащу. Даже угрожает. Че у нас там созвучно? Так, надо поправить кое-что. Вот. А, я же управление наверняка никакого еще не поднастроил. Ладно, сейчас, по-бырому, пусть проверю. Это ж попробовал раз поиграть на эмуляторах в Нинтендо 64, и что-то вообще не поперло. Че их? Где эхо? Какое эхо? Вот бы еще... Я просто стрим послушал. Вот бы еще нормально как бы настроить управление. Че, у меня совсем все плохо со связью. Ну, видать, да, было так. Отключился. Вот, потому что я что-то говорил, говорил, а потом раз, и отвалился, и... Не-не, я говорю, я вообще не кажется. Ушас. Да. Ну, тем не менее, вот сейчас уже все настрою. Сейчас сохраню вот эти настройки. Все, погнали. Ну, погнали. А, вот. Ну, естественно, английский. Так, прежде всего, посмотрим в опсы, че тут у нас. Normal mod, биография. Ну, естественно. Доставь надежду всякому Супермену играющим. Да. Ай, новая игра. Так, для начала музыку поти... Тьфу-то, звук потише. О, да, чудная 3D-90. Неужели так через меня слышно? Через Гре. А, все понял, все понял. Гре отключился, да, через тебя. Все понял, с управлением. А, кстати, мне-то предупреждали в списке рамсетов, что тут проблемы с небом. Так что он еще, как бы, не до конца эмулирует игру. А тебе небо так необходимо? Текстура неба? В принципе, нет. Ну, вот и все. Играбельно, играбельно. Блин, это как бы... Делание настройки. Ну, выглядит как-то стремновато, фиолетовое небо. Ну, потому что без текстуры натянутый. Блин, какое тут очень жесткое управление, скажу я вам. Ядрить, колотить, ай, блядь. Ты еще ни одно кольцо не пропустил? Нет. Именно он. Льюза, который с Кракена. Да, есть такой у нас. Так, таймер течет. Ай, кольцо пропустил, елки. Ну, вот и все. Ты проевал. Да. Сейчас это установил, ну, какие-то там, эти, обратки, чтобы были и... Ну, поглушение шумов. Нормально, нет? Вообще нормально. А, нет, я себя слышал. Вот сейчас я себя слышу, да, замечательно, просто великолепно. Блин, это что-то, когда я, короче, ну, звук включаю, это не через наушники, где-то что-то работает. А звук-то где включаешь? Опять я кольцо пропустил. А нафиг ты звук на стриме включаешь? Ну, чтобы послушать, как это, блин, работает. Ну, тогда, естественно, микрофон, блядь, улавливает то, что из колонника идет, соответственно. Нет, я с наушников сошел. Еще раз все скажу. О, то есть звук идет не из колонок, звук идет из... Звук идет из наушников. Старно. Хотя ты себя сейчас не слышишь, я же тоже звук идет с наушников. Как оно в целом управление сосет? Сосет, а ты что дальше? А что там у нас такое, короче? Придется управлять вот этим, блин, блядским соском, чтобы, блин, нормально управлять этим ебучим суперменом. И то, если промахнешься, если ты пропустишь одно кольцо, считай, все, пиздец. Начинай все по новой. Ну да, нужно быть очень ювелирным, очень аккуратным. Очень аккуратным нам надо. Это все равно, что трогать грудь. Один раз ошибешься, и все, подщечину. Подщечина обеспечена. Не знаю, не знаю, не знаю. Как-то... Не было таких инцидентов. Е-мое, опять я пропустил это пляскикое кольцо. Это если, наверное, ее трогать, не знаю, в вагоне в метро переполненном, или может быть... Ну, тем более. Может, в автобусе, потому что если все на добровольном основе, никаких пощечек и не будет. Ну, во-ву, адж, лорд. Особенно у чувствительной девушки. Нет, 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 если сосок, надо только выкручивать. Да. Соски в тиски делать. А это не всегда значит плохо. Да. А многим это даже нравится. Не будем. А так, по сути, я не могу описать словами это управление. Попробуйте сами, и вы убедитесь, как оно страстно сосет. Хуёвое управление. Всё, чё? Так. Пум. Моль, мы сейчас левый большой палец просто сходит с ума. Это управление. Кто виноват? Рандомайзер, если что, как виноват, выдав мне. Да ты получил добрую долю легких, простых игр. А вот это исключение, исключение, это сосет. Нет, карма, правильно, это карма, почему это всё правильно. Ты получил свою долю хороших, теперь получил свою долю хуёвых игр. Всё правильно, карма. Порадовался всё. О, я тем временем прошёл всё-таки первый уровень. И тут без объяснения нам объясняют, что тут нужно делать, и... Ну, я поднял... Я в этом, если честно, не понимаю, что нужно делать. Надо машину поднять до того, как она собьёт человека. А-а-а. Ну так я поднял. Чё не так? Ну поднять и выкинуть, наверное. Причём тут это... И как скручивать соски. И много, наверное, чего ещё. Я... 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 Только на... 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 Само... Как? Блин, как выразиться... Как выразиться опять? В теории? Нет. Лич... Ну как? На практике? На личной практике, да, так могу всё изложить. Ага. А, и всё, теперь сначала. То есть ты одну миссию зафейлил? Да-да-да. Именно так. Замечательно. По-моему, по-моему, замечательно. Тебе замечательно. Мне нравится эта игра. Садист. Садомазохист. А я тут причём, я же себе больно не делаю. Тебе же нравится всё это дерьмо. Ну я же... Я же его на себе-то не испытываю. А, то есть ты... Ну да, конечно, тебе приятнее наблюдать за другими, как они страдают. Естественно. Естественно. У меня хуёвые гоночки на ДОСе с хуёвым управлением. Тебе хуёвые супермены. Я не понимаю, чё он ты недоволен. У тебя была своя доля хороших игр. Насладись долей хуёвых игр. Ну, подымайся. Чё с ты встал, а? Я не понял. Да вст... Да... Хули ты стоишь, а? Чё это? Так, так, всё правильно. Чё ты... Чё ты бесишься-то? Ты всё правильно сделал. У тебя ещё куча лишнего времени осталось. Ну, а теперь как подняться-то? Ну, там вот всё написано. А, вот, всё, наконец-то. Теперь опять лети через кольца. Ну, я вижу. Если вся игра заключается из нескольких уровней, с летанием через кольца и киданием машин, считайте, опять повезло. Быстро отмучивался. Да тут ничего, я в принципе, я тут ничего такого не вижу, жёсткого в этой игре. А тут особо в ней ничего жёсткого и нет, у них только управление хуёло, и всё. Да и управление у неё, в принципе, типичное. Я вот сейчас... Я могу только сказать по... Ну, сказать по видео это мало. Управление обычно... Управление надо обычно прочувствовать, а не смотреть по видео на видео. Это всегда кажется не так сложно, как есть на самом деле. Это уже распространённая практика. Ну, сейчас на грибкоте, на аналог снике же играешь, нет? Да, на аналоге. Блин, у меня левый палец просто сходит с ума. Вот. Кольцо пропустил. А это плохо, если ты кольцо выпускаешь? Да, плохо. Когда если ты пропускаешь кольцо, то тебе надо развернуться, а это дополнительное время. А если ты пропустил хоть одно кольцо, то, скорее всего, ты уже зафейлил вот этот уровень. А если зафейлил уровень, то, как я понимаю, всё начинается заново. Да. Ну, по крайней мере, нам так практика показала с первыми двумя уровнями. Блин, там конец был. Я увидел, там конец был. Вот, видишь, вот оно одно кольцо пропустилось. А, не, не с самого начала. Вы глядите-ка. Сейва, если есть. Значит, есть чекпоинт или ещё что-нибудь. Да мне кажется, это просто тренировка. Нет, я выбрал нью-гейм. Как относимся к фильму ОВГН, тут уже разделяются мнения. Я лично его не посмотрел. Из вот этих тёрок смотреть кого? Какой перевод и всё такое? Слишком много нахлынуло сразу. Я посмотрел фильм ОВГН с переводом Руссен Дэнта Войт, или как там правильно? Войт, Руссен Дэнта Войт. Да. Где там Псих озвучивал, Хаймонд. В общем, фильм так себе получился. Я, наверное, тоже посмотрю вот этого Руссен Дэнта Войт, потому что в последнем выпуске я тоже от него смотрел. И мне нравится его перевод, озвучка его. Их. Их, его. Нет, ну, там он когда один, он на один. Там много людей. Нет, там в озвучке участвуют много людей. Единственное, что вот в этом переводе мне нравится, насколько он качественный, правильно подобранный. Вот Психа, например, очень хорошо озвучивает Нёрта. А, хорошо озвучивает и голос похож, это немножко разные вещи. Ну, есть, но есть такое. Не похож, а подходит. Ну да, подходит. Голос Хаймонда очень подходит для ностальгии и критика. Тоже очень, так скажем. Я говорю, было бы какое-нибудь сразу официальное решение о просмотре этого видео с озвучкой. Какая бы она ни была боговёна, я бы, наверное, это сразу же посмотрел. Но вот эти тёрки мне от этого, ну как, оттолкнули от просмотра. Так, опять мне Тачкорд говорит два часа. Ну, два часа для Нинтендо 64 это не так уж и много на самом деле. Идинственное, что у него есть. Я не знаю, сколько в этой игре уровней, но, блин, у меня такое ощущение, что я примерно через полчаса её уже заброшу, пошлю в одно место и отрироллю спокойно. Ну смотри, смотри. Тебе, может, всё ещё похуже выпустим. Слушай, а смотри, вот ты кольцо пропустил, следующее собрал, смотри, и у тебя дальше ты летишься спокойно. Кстати, да. Попробуй забить на кольцо, которое, если ты его пропустил, вообще просто попробуй забить на кольцо. Зачем тебе лайфбар, я не пойму, во-первых. Ну, в дальнейшем может понадобиться. А вдруг, если я пропущу кольцо и нужное, сразу возьму следующее кольцо, ненужное, то, возможно, время отниму, ну, нужно. Ну, вот ты опять кольцо, вот, лети, 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 не обращай внимание на кольцо. А, нет, не отнимает время. И лайфбар не надо тратиться, и здесь ещё что-то. Лети дальше, не обращай внимание на кольцо. Ну, по крайней мере, через одно кольцо. Ну, вот сейчас и проверим, если ты сейчас успеешь, ты уже два пропустил. Ну, вот сейчас и проверим, что ты долетишь до конца, и тебе скажут, что зачёт, и всё, что-то мучится. Да, мне нужно с одной тачкой. Ни очков, лайфбар не кончает. Вот, видишь, смотри, и всё, следующее. Блин, то что ж не так? Да, нет времени, чтобы уничтожить. Всё, просто забейно пропущено, и всё, и лети вперёд, вообще не обращай внимания. То что, что-то, заново всё равно? Да, ну, не заново, а из... это самое... Второе... Второе уровень по сбору колец нужно. Я думаю, это не столько сбор колец, сколько траектория, как тебе лететь просто. Ну, то есть ты должен же как-то долететь, и тебе это должны показать красиво, и так далее. Мне просто кажется, что это просто... Тебе как стрелка над башкой всё равно, что если была бы, то это было бы не так удобно, как пролетать сквозь кольца. Вот сейчас ты опять кольца пропустил, и видишь, и всем насрать. Поэтому просто забей на кольца, которые пропустил, просто лети вперёд. Прошу раз-то два кольца пропустил, и ничего страшного не случилось, а только времени больше в запасе осталось. Я не успел прочитать, put the police car, и чё там дальше? Я не знаю. Ё-моё! Я ж тебе говорю, пропустил и пропустил, забей, вот ты уже три кольца пропустил. Да, я тоже так думаю, что не надо машину взрывать, но да. Там задание-то написано было. Опять. Вот тебе, пожалуйста, чё... Это-это-это-это... Это ещё что было! Вот смотри, что пойдёт... О-о-о-о-о-о-о-о! Сразу-сразу! Я не успел её прочитать. О, всё, с кольцами всё покончено. Осталось разобраться, что здесь нужно делать. Чё, ты какому надо поднять машину и донести её до конца? Ну блин, почему я не успеваю? И не будет времени. Блин, почему он так медленно разгоняется, я не понял. Ну вообще срань. То что ж такое-то? Стреляй в них. Воу-воу. Да блин. Я не хотел выкидывать. Я нажал на А, поднял машину, больше ничего не нажимал, кроме как Б. Ну, типа, ускоряться. Да, нет. Это потрачено. Это потрачено. Воу! Да блин. Тебя просят пожить эту машину у конца дороги. Я же сказал тебе. И в целом невредимым. Окей. Ты что? Я не прыг... Я не хотел выкидывать! Вы что? Давай разгоняйся, суки, ты сын. Да не хочу я это выкидывать! А, может быть надо удерживать? А, потом уже... Блин. Воу-воу-воу. Воу-во! А ты не можешь этих... А ты не можешь этих... Вот и все. Воу-воу... Я лечу. Ну, вот и... Тебя попросили положить ее на конце дороги. Ну, положил. Через ворота выкидывал. Воу-воу-воу, в лави-парк теряйтесь. А, ну, все, дальше такие. Воу-воу-во, да. Во, наконец-то! Так. И снова кольца. Ну, и просто снова полет. Че тебе не нравится-то? Че? Ты, я... Ты, я тебе голоди. Ты читай хотя бы, че тебе пишут там еще. Да я не успеваю читать. Текст-то очень быстро. Как бы... Интересно, есть ли игнорировать эту траекторию. Интересно, может, и есть какое-то количество колес, которые все-таки допускаются, наверное, пропустить. Ой, уже неважно. Я уже до финиша, по-честному, добрался. Не, ну это-то неважно. Я к тому, что... Я так понял, нужно уничтожить... Отмудолить вот этих вот пидорасов. На, на. Да, отмудолить. Подходи ему так. Ну да. А это было просто... Походу, это просто, господи, это... Тренировка обыкновенная, наверное. Или типа того. Смотри, не накаркай. Честно говоря, я даже не подозревал, что я все-таки дойду дальше. Насколько предполагалось. Ты просто ремнировал и иронизировал. Ты все. Так, а теперь что? Таймер не идет, ну-ка. Музыка спокойная. Ого. А это еще что? А, это типа... Ну-ка. Че-то я вообще не догоняю. Что? Какая-то женщина есть. Ну, женщина как женщина, чего-то. Не, я не хочу ее бить. Вы че? Ну, ведь... Почти что лживый, да. Вы вытащи ее оттуда, эту женщину. Я тебе более чем скажу, что очень много обзоров, которые делают это ВГН, а там все это дело очень сильно утрировано специально. Потому что надо показывать то, что хочет народ, а народ хочет смотреть, как он обсирает игры. А чтобы посрать игру, она должна быть плохой. Вот и все. Это распространенная практика. Он дает людям то, чего они хотят. Вот это. Я вот подумал насчет предложения по поводу сэкономить рерол. Так вот, может быть, мне и вправду поберечь? Ты уже хозяин бара. Вот именно. Где учишь? Узьер, блядь, ну не прочитаешь ни хера. Я, я говорю. Мне кажется, ты, потому что ты дернулся вперед, поэтому табличка исчезла. Если бы ты стоял на месте, она бы не это. С ней бы ничего не было. Бери ее на рупе и уноси отсюда. А как? Я не знаю. Что-то было? Тогда нет времени, чтобы спать. Ну вот так. Все, сейчас висит до сих пор. Окей. Зачем, господи, зачем их скрыть, я же говорю. Ты, скорее всего, просто дернулся вперед, поэтому табличка исчезла. Пока ты стоишь на месте, тебе дают прочитать. Ты дернулся вперед, значит, ты все прочитал и все знаешь. По логике, на самом деле, очень удобно. Блин, опять... Ладно. Так, я должен сначала поднять какую-то хрень. Вот. И лететь туда. Деваха. А теперь вдуй ей. У тебя, у тебя какой-то там... О, во, во. Эти, как? Кольца снова закончились. А теперь ебни ей. И как в Део-секси, когда женщину бьешь ее, так можно постучать по плечу, потом ударить ей. Смотреть, она прям так красиво летит, прям слюни так пускать. А, я, короче, на L нажимаю, и мне что-то выдают текст. Вот тебе уже лот пишет, используй свою супердыхание, чтобы прогнать торнадо. А как? Я же говорю, вдуть. Я не могу вдуть. Подлети ей, ну давай ему пощадь. Я это так и сделал. Ты какие-то, блин, пожарники из Гриффинов, которые сейчас вам покажу, как бороться с огнем. Он просто берет такой, разжигает костер такой. И начинает, короче, просто махать по нему кулаками, потом костер принимает форму человека и начинает его пить. Вот и ты так же. А, это 18 октября. Пойду, отойду. Как, как мне, блин, пустить? Ой, я под водой. Ты знаешь, что у Nintendo 64 кроме АБ кнопки и лево-право есть еще кнопка Сет и есть еще кнопка... Есть еще четыре кнопочки, это самое. Так, а, вот. Не. Да, подбирай, если это супер дыхание. Да, это он подбирает. Так, попробуй все-таки разобраться с управлением, а то он и что-то как-то не знаю. Не очень удобный. Вот аналоговый стик, это я понял. А, Б. А, Б. Л, Р, С и Сет. С это старт. А, вот так. З это, это типа центр экрана или типа того. Не, З это курок. Курок? Да. А, тот самый, который. Так, Л, Р понятно. Еще С, С баттон есть, этот самый. Сейчас А и Б тогда поднастрою. Вот. С баттон. Это камеры, это типа камеры. Ну, не знаю. Ну, они на-то настроены. Вот, Digital. Пускай будет L. Так. Ну-ка. Сейчас управление более-менее. Такое терпимое. Вот юзы пока мисс она набирается, я не знаю. Так. Опять я под водой? Да я не хочу под водой. Ну, че? Так. Это выглядит как работа от Супер. Я подобрал. Позже, позже подобрал. Ты что, что будешь делать-то? Управление, блин, я все-таки неправильно настроил. А, во! Все, понял, понял, понял. И что ты сейчас сделал по-другому? Я просто взял и нажал на камеру вверх. Я же тебе говорю, это не камера. Это, блин, кнопки тоже, которые задействованы в игре. В общем, все понял. Все понял. Но все равно надо же на настоять управление по-другому, раз на то пошло. Как тут стандарт? А, вот, стандарт. Не то, не то, вот. Да, у тебя же на боксе тоже есть, кажется... А, вот, нет, у тебя там на боксе 4, я че-то, блядь, не помню, какие на боксе эти кнопки. А, блин, че-то я гоню, ты же с этим, типа, с PS3 играешь. Да. Но с PS3, кстати, неудобно играть, потому что ты не настроишь. Так, а как можно PS3 настроить лучше всего эти кнопки? Ну, можно вот эти 4 взять. Нет. Ну-ка, погнали. Лучше, короче, вот эти 4 C-баттнс взять, как шифты. Денвис, это, ушел. Ты черт возьми. Во! У тебя курсор остался. Чего? У тебя курсор остался. О, е-мое. Так, это я понял, я. Сейчас, сейчас все будет. Сейчас, сейчас все будет. Такое... Вот звуки такие, как будто кто-то стреляет. Так, еще ближе. Е-е-е-е. И опять эти кольца. То что, что будешь делать? Окей. Если хочешь спасти друзей, что-то там. Что-то там. Ну, мы же не... Ну, сейчас, на данный момент, цель ясна. Кольца. О, да, отошел, блин. Блин, я еще под водой, ядреть колотить. Да вон следующее кольцо, иди к нему, все. Понятно. Через одно только можно пропускать. Два подряд нельзя. Два подряд нельзя, да. Ага. Я вот, кстати, заметил, что эти кольца, если уж пропускать слишком много, то они становятся серыми. И если я пропущу, опять же, еще одно кольцо, то все. Кердык. Или мне это показалось. Вон, как раз серые не надо трогать, только желтые и зеленые вот эти вот. А, не, что я туплю-то? В общем, понятно, серые не надо трогать, только желтые и зеленые. Не серые, мне кажется, были золотые, что ли? Нет. Я такого текстурного хаоса еще никогда не видел. Супермен победил. Да, я хочу. Прошел уровень, считай. Угу. Теперь... А, ну все. Блин, а это еще только первый уровень. Первый, мать его, уровень. Ну и... А. Тут уже начинается, видимо, жесть. Воу. Блин. А, а, как там? Воу, я поднял. Офигеть. Че? На, 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 на. Да какой я там поднял? Я, чтобы... Или мне показалось... А, да, понятно. Короче, игра не такая уж плохая, как... Как казалось, если честно. Если смотреть на игру... Тут надо... Просто, блин, очень, 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 очень неудобно играть не это самое... Не этим геймпадом. 1D на 64. Я практически уверен. Я вижу карточку. Смотри, блин. То есть, это SS-код тут... Че? Ну, понятно, что... Если... Все, что, да? Нет. А куда мне тогда? У меня есть зеленая карточка. По сути, мне вот сюда надо. Ты вот выбирай ее на С-бат. Пусть из-за компьютера тут опнет. Ага. Да нет. И это не то. На паузу, на старт нажми. Так, это взлететь вообще? Это не подойдет? Как, как... Каким ты образом это сейчас... Что? А, это я сейчас как раз С-пад. Ну, вот С. То есть, на один, одно, на другое, другое. А, это, видимо, блок. Так. Такс. Так, это, видимо, прыжок. Так. Смотря, что получится на Нинтендо 64 у меня, я задействую, наверное, и железо, или, или вишку, или саму, ну, саму консоль. Смотря, что получится, какая будет возможность у меня. Потому что я что-то... Вот как попробовал я на эмуляторе в это играть, я прям вообще не поперла. Иди в компьютер ищи. А, компьютер? Ну, тебе же пишут русским языком. Блин, а еще возвращаться можно? И, о, кипаки. Ну, тут у себя компьютеры поломаны. Судя по всему. Так, тут ничего нет. А, может, сюда мне надо было? Во, да, конечно. Все, идем дальше. Так, я уже... А, вот и они. Иди сюда. На, на. Ага. Я понял, что они делают. И надо кидать, и отходить сразу. Какое-то все-таки неудобное управление-то. Ооо. О, привет. Ты опоздал, Супермен. Ты никогда не остановишь бомбы... Без помощи... Этих воркеров. Эти, как его, работников. Каких-то рабочих. Рабочих, да. Ну, дальше... Если ты... Если ты... Супермен. Ну, в общем, нужно сломать дверь, видимо. Название стрима не смело. Да ел... Еберный театр. Ну, я могу это исправить сейчас. Ладно, я исправлю. Мне все равно надо залогиниться. Ну, и че? Че тут у вас? Ты не поверишь. Вот что. Че. Проходит потихонечку. Первый уровень. Первый уровень пройден. Ну, и че тебе не нравится-то? Хорошая игра. Всем привет. Привет. Хороший сам. Немножко косая, кривая. Хуево эмулируется. Посмотри, проходится. Супермен, Суперпорт тут. Да. Мне повезло, но тем не менее, проходится. Между прочим, я удивлен. Блин, и потух. Блин, и все по-новой. Это выглядит как-то... Су-су-су-су, ребята, если какофония, то извините. Дракула Антолай. Дракула Антолай. Да возьми ты этот... Сво. Это новый фильм, что ли? А, Дракула. Волшебное фэнтези. Ну, рекламу просто услышал, даже не увидел. Потому что это... Так, у нас эта реклама тоже по телеку, типа там, Дракула. Какая-то там, волшебная... Волшебная фэнтези. Снова оживает. А, и нельзя долго держать. О, как. С этими коробками то же самое, видимо. Пацаны, а кто-нибудь знал, что у Нокии был в 2001 году планшетчер? Или мне показалось ли, в этой игре есть физика? Может, мне мерещится? Ой. Как там кидать? Да... Не хочу класть. А, а вот. Что было? Физика. Физика практически есть. Смог скатываться. Ромарио, не перебивай, пожалуйста. Окей. Спасибо. Я тебе это уже говорю, блядь, не знаю в какой раз. Спасибо. Вот. Кто-нибудь знал, что у Нокии в 2001 году был черно-белый планшет? Нет. Вот и я. Что-то я не могу себе представить. Такой большой, пластмассовый. Пластиковый, с кучей кнопочек. С кучей обмотан? Нет. Как телефон, короче, грубо говоря. Как большой такой телефон, только без кнопочек и планшет. Ну, это надо, короче, смотреть этого 16 бит тому назад. Тут отбачил, и все такое. Ну, про много таких приколов рассказывал, что это все эти тачпады, и все это было уже когда-то, но как бы тогда показалась эта бредовая идея, и было слишком дорого, и никто этим тогда не заморачивался. Классная передача, и что-то вообще от него уже давно ничего не было, и что-то вообще от него уже давно ничего не было. Там правда нудятина, потому что про железки и про... Нет, я-то как раз понимаю, что он говорит мне, манера подачи не нравится, это нудно, это скучно. А этим временем не знал, куда лететь. Это выглядит как работа для Суперменов. Пен. Чего? Тебя... Так, чё? Чего? Он тебя спрашивал, ты не соскочишь от сам аналкастрима? Но, но, там. Еще раз. Ты не соскочишь? Нет, нет, нет. В плане соскочу. В смысле, я встану и вдруг убегу? Как это будет выглядеть? Скажешь, не, я сегодня не захочу, не смогу. Из окна выпрыгнули? Что со мной случится? Супермен такой взорвалась, чё это? Он хоп полежал, хопа встал. И если бы только Супермен так не был. Супермен ещё позаводитель. Он же Супермен. Встал, встал, полежал, ушёл. Это же Супермен, но мы можем. А вот есть так ЧПДЛ, например, раздельно. Только не знаю, не смотрится это. В целом, игра... Я не знаю, как её ещё описать. Пока не знаю. Но то, что с уверенностью могу сказать одно. Управление тут очень тугое. Особенно, если ты играешь на геймпайте от PS3. Ну так это ж... Это ж хуёвые игры девяностых. Они такими и должны быть. Чё ж ты прямо... Издалека хоть взрыв издаётся, а он всё равно лёшит. Испугался. Я решил полежать. Вот сейчас не испугался. Я спинок взрыву. Музыка раздражает. Это музыка же. Так, ладно, сейчас обследую этажи с дверьми. Разберусь, какие из них можно сломать. Тут мне сказали, что тут нужно сломать что-то. Определённо. Сломать. Выруби музыку в игре и включай свою. Будет угадать мелодия, может даже. Не надо. Не. Не. Я лучше помучаюсь. Поставлю на этаже и ГЦ. Какая игра включать? Немного найдать будет. Они здесь, с них место. Такой башкой застрял. Как-будто. Наебись. Открылся тут на дивную новость. Тут, собственно, Антошка Логлинов. Выложил видосик. Почему Middle-earth Shadow of Mordor Gabba. Но и тут в комментах очень интересные вещи пишут. Тут чувак один пишет то, что типа... Типа. Колда новая ему показалась крутой. Эм. Типа Shadow of Mordor говно. Тут один чувак за него заступился. Для того, что Колда лучший однопользовательский шутер. Это чё. Этот чувак говорит лучший. Типа. Окей. И этот ему пишет назови лучше. Этот недолго думая называет Макс Бейн. Короче, Роман, я так думаю тебе надо что-то взять ещё. Ну, я... Как он... Я так и... Я так думаю, скорее всего. Но где? Последие. А вы заметили, что там под водой чё-то клывает? Под водой-то плавает, но... Стоять. А, мне показалось. Под водой там провод. Которому нельзя соприкасаться. Иначе током долбанёт. А где взять-то? Может мне назад пойти? Э-э-э-э-э-э, чё-now не так со вправа меня? Ты вот уже, думаю ты научился как миссию вызывать. Или нет. Или я не прав. Ты сейчас только свою миссию вызывал Прочитай нормально Ты опоздал, Супермен Блин Ты никогда Короче Сдуй двери своей Суперсилой Чё-то там Блин, ты хотя бы Блин, чё не так с этим Вот, вроде более-менее Уже лорд из года в год Антошка радует Всё больше и больше Так, надо пока разобраться Как пользоваться вот этими Суперсилами Тебе, я думаю Сейчас надо подобрать Какую-то самую А, у меня же пустая Скорее всего-то Может, мне реально назад вернуться, блин? Патриархия российского Игропрома, блин Чё он остановился? Вообще замечательно Подстоял я Да вставай ты Ёперный театр Геймпад у меня вообще сейчас сходит с ума Секунду А я чё скажу А я игропром скажу Пардон, ты игра живая Вот сейчас более-менее управляется нормально Забавно У неё анимация бега Такая реалистичная А можно Могу отдалить Вот Так бегать в основном Ну, это Это скорее Про Россию Так, вначале ничего нету Поверни камеру Хочу посмотреть в глаза Супермена Ты уверен? Да, я уверен Я хочу взглянуть В его глаза Блин, бег в камеру Он упор А мне норм Типа Такой Камера, между прочим Тоже не очень-то Хорошо управляемая У него только зрачки Может у него просто такая глазница Такие Узенькие Китайцев Короче, если до 9 часов Я ничего не узнаю Фу-то, если после 9 часов Я так ничего толком не узнаю То, скорее всего На конструкцию Работу слева там То, скорее всего Закруглись на сегодня Маленькие черненькие точечки Обозначающие, что тут глаза Покерфейс Да Ой-ой-ой-ой Там мясо Там мясо Вот они Эти, как его Электрические угри Говорил про вода Чё? А говорил про вода Так я же говорил, что там чё-то плавает Ага, все таки лежит, да Да. Ой-ой-ой. Ромарин, как же ты не слушаешь других и пропускаешь мимо ушей? Да там даже в описании написано. Чё там стояло сейчас? All side doors? Чё-то такое. Open. Так, я открыл ещё одну дверь. Вот, всё. Так, лорд опять нас взламывает. Лорд, дверь оказывается. Опять за своё. Ой, я, кажется, воду спустил, да. Где звук такой смысл в унитазе? Интересно, а угрь там ещё остался? Надо посмотреть, да, кстати. Зашуршился, наверное, уже потихоньку. Ага, там ещё дверь нашлась и чё-то, чё это? О, хп. Маловато. А угрь где? Маловато будет. А гриля, этого гриля нету. Он смылся. Всё, исчез. Он смылся. Стой, или мне показалось? А, вот ещё. Это чё, думал он там лежит и плещется? Может, это... Кстати, мне покажется, или это хп спаунится? Хе-хе-хе. Это вообще халявная игра, бля. Не, надо ещё полетать. Посмотреть. А, по-моему, мы просто в двух разных углах режем. Да, я точно так сейчас пойду. Не, не спаунится, мне показалось. Кажется, креститься надо. Когда креститься, ещё больше кажется. Ну, блин, да тут игрушка вообще чёткая. Несмотря на управление, оно... Мы сейчас оскорбили уж лорду, он атеист. О, привет. Мы оскорбили его чувства. На тебе по щам, на, на, на. Что-то такое... За спины кто-то подходит. Тебя зажали за спортом. Ой, чё-то мне говорят быстрее. Опа. И какая-то способность у неё появилась ещё. Ой, это, типа, суперскорость. Ё-моё! О-о-о-о-о, потише, чувак. Тебя надо её использовать. О-о-о, я вообще попал вниз текстурой, господа. Слишком быстрый. Да. Блин, я ещё и взлететь не могу. Бегу куда хочу. Сломал игру, да? Да. А, прыгнуть можешь? Ну-ка. Не-а, не могу. Ну всё, точно текстурой попал. О-о-о-о-о-о-о. А я по воде бегаю. Да. Убеги в ёбанное ничего. Как раз, которое я наверное спустил. Беги в ёбанное ничего, просто беги и всё. Иисус. Да, у меня точно такие же мысли. Иисус. Заката не хватает. Типа бежит в закат. Удаляется, удаляется. Да, кстати. Да, он реально удаляется. Всё, удаляется, удаляется. И он ушёл. Ой, и он что делает? И упал. Это ещё чем было. Ни в коем челось не технические роллы. Ну, блин, не знаю. Это глюк. Небольшой глюк. Нет, если он будет повторяться из раза в раз, то да. То стоит проверить другой ром. А если это будет так всегда, то есть просто так так получается, потому что эмулятор говно. О, да. Либо только эмулятор говно и ещё суперскорость это повлиял на всё это. Придётся рестарт сделать. На, тут три старт есть. Да. Да, тупо. Да тем более, когда какой нафиг рел. Если это всегда будет повторяться, то да, да. С самого-самого начала. Да, ну, по крайней мере, разобрался, что нужно сделать. Воу-воу-воу, потише, ребята. Вы че, совсем что ли? А знаете, я уже начинаю привыкать к этой игре. Ещё скажи, что она тебе начинает нравиться. Нет, она мне не нравится. Да я бы не сказал, что это такая плохая игра, господи. Ну, тем не менее, это да. Неплохая игра, просто у неё хреновое управление. Это нормальный... Это нормально, господи. В 90-х, господи, хреновое 3D 90-х, хреновая камера и хреновое управление, это нормально. Мистантроп, хотелось бы в это верить. Лорд, интересно, какая именно хорошая игра, по твоему мнению... Нет, не только одна хорошая игра, я знаю несколько хороших игр. Нет, по его мнению, давай, не интересно. Да-да-да. Ну, ладно, две. Так, давай. Ну, слушаем. Я знаю три. Столько же примерно. Ну, я играл только в... Твизельды? А как же Super Mario 64? Super Smash Bros. Тоже, файтик неплохой такой. Да. Этот, Банжи, Казуи, тоже на Nintendo 64, тоже клёвое. Super Mario ужасный. А в чём в нём ужасно? Вполне нормальная игра, это аж хорошая. Неплохая игра, я играл долго и упорно, но, блин, всё-таки потом забросил. Если у тебя какая-то неприязнь к Марио, это исключительно, как бы... Он атеист, он меня не к Марио. Твои проблемы, твои проблемы. Нет, я как бы тоже к Марио особо, как бы... Как бы не сказал, что я прям готов обмазываться играми про Марио. И обмазаться. Вот, ну, как бы... Ну, конкретно, что Марио 64 неплохой. Особенно для своего времени тогда. Там управление такое более-менее плавное и всё такое. Так, а я, видимо, взглянул не туда. Куда мне тогда идти? А, вот сюда возьму. Да, сюда. Ну, мизантроп смотреть, не играть. Мы уже определили это. И вот, кстати, Супермен 64, там у замечательных. Ну, просто... Пример. Тёмное было время первой 3D-игры. Да, я ж говорю, 3D... 3D-90-х это... Это жопа. Не всегда, конечно. Например, на SuperNintendo, ведь классно продемонстрировали, вроде бы, как первая, якобы, 3D-донки-конг-кантри. Было всё шикарно, всё, и тогда было шикарно вообще. Увидеть 3D. Ну, на самом деле, да-да. Довольно хуёвый был. Да и вообще, мало кто покупал SuperNintendo, наверняка. Из-за цены. На золо даже в нашем районе вообще не было. И у меня не было. Я более чем скажу, что в России его вообще не было. Хотя бы хоть и было, но мало распространённо. Нет, я вообще не... Так, я снова беру тогда ускорялку и... Если оно и что-то и было, то это, скорее всего, привозилось кем-то. И просто из-за границы привозилось и всё. А так вообще у нас, насколько я знаю, официально не продавалось на 64-м. Ну, кроме вот этого, как рекламы, где Дэнди-магазины и что-то такое в Москве. Разве что только там. А так у нас в ходу было только... Так, и... Ну, ещё 3DO было, я знаю. Так, а куда мне теперь, скажите на милость? Туда я сходил, мне что-то сообщили. А, там типа по сюжету бомбу нужно найти. Ну, окей, где тогда бомба? У меня, кстати, вот этот... Как бегать, Супермен. Мне, кстати, напомнило игру эту. На PS1 была. Пепси-мен называлась. Пепси-мен? У тебя был Пепси-мен? Кривая, Пепси-мен. У меня не было Пепси-мен. Пепси-мен! И там играешь за Пепси-мена, который... Ну, там, короче, суть в том, что надо бежать всегда вперёд. Типа персонаж сам... Ну, такой раннер, типа. Ты всегда бежишь вперёд, нужно уклоняться от этих... От препятствий, там... И иногда, там, на тебя падает бочка, и у тебя управление меняется, там, право это лево, лево это право и так далее. И нужно было... Как правило, цель была в том, чтобы нужно, типа, добежать до конца уровня и починить автомат с Пепси, потому что люди не могли жить без Пепси. Походу, дело, я хожу кругами. Пепси-мен! Там всегда так начинался. Каждый уровень, по-моему, так начинался. И он так бежит вперёд. О! Танк! Я в одним ударом лошил. О! Баба, привет! Сэвид зе воркерс, но мэнтер. Стеасов, зебё... О-о-о-о-о! Ты чё, а? На-на! Она полезла со мной... ко мне драться. О! Я её уложил. А вы чё? А ну-ка... Ну, блин. Так, куда мне теперь? Не сюда. Можете, надо деликатно... А, ну вот, ты уже попробовал. Можете, надо деликатно кулаком нажать на кнопочку? Я вон всех сорвал. Может, мне назад вообще вернуться? О, блин, дальше... Опять-таки эта крылька... Какой-то... Дает... Ускорялку. О-о-о! Тихо-тихо! Не хочу вновь провалиться с текстуры. Это было не очень приятно. По-моему, забавно было. Ну да. Хоть и забавно, но... На самом деле, можно вообще... Улететь в никуда. Ну так-то да. Ой, стой, чё? Я чё-то открыл. Понял, всё. Подбираем карточки, каждый раз... Подносим к этому компьютеру, чтобы открывать те или иные двери. И тем самым можно добраться до бомбы. Пап-си-ми... Ту-ту-ту... Ха-ха-ха. Бурка. Эх. Ты я сюда шоу, грубо найти, кстати, отвердусь. Не сюда, видимо, надо. О, тут ещё больше пространства, и всё. Пипец. А, нет. Не-не-не, нормально. Знаешь, где-то внизу чё-то должно быть. Генераторы какие-то. А намёк на двери нет. Или... Стоять, стоять. Ой, эй, тихо. Там чё-то... Очевидно, есть проход. Ну-ка. Ага, вот и бомба. Ну. Ну, давай, бери. Ты же хочешь остановить его. А может мне вообще как бы... Ой, мне его заморозить надо. И тем самым подобрать, что ли? Стоять, это генеральный счет. Ну, это да я понял, что генератор. Что дальше-то делать? А может тут и не одна бомба? Ну-ка. Я думал, ни у кого нет Nintendo 64. Но у меня в планах её когда-нибудь приобрести. А я не планирую приобретать Nintendo 64. Только так, чтобы была... На ней ничего не... Как бы нет ничего такого родного. Так, я заморозил бомбу. Что теперь дальше? Я в своё время только две игрушки на ней провернул. А. Ладненько. Но здесь я не нашёл никакого ключа. Знаешь, что это определённо тут... А-а-а-а. Ладно. Ладно. Всё понятно. О, ещё одна бомба. Ну, убирай. Блин. О, е-е-е-е. Прошёл всё-таки мид-миссию. Да, я хочу сохранить. Ой. Не понял, сейчас прикола. А-а-а. Это не... Нет, это не начало. Опять эти кольца есть. Блин. Чё-то скайп отлетел. Ну-ка. У меня ничё не отлетело. Сома вроде положил... Э-э-э... Дэн, видимо, без микрофона. А Дэн, Сома не может, конечно, подсоединиться, что ли. Дэн, против, выключил микрофон, я тут пролистил. Блин, а... У меня уже, видимо, через кольца... Какого кольца нельзя пропускать. Видите, они какие серые. Я пропу... Наступлю, короче, на серое кольцо и всё. Угу. Так что мне попадётся поаккуратнее. Ну всё, мы вернулись. Так, а я до сих пор хочу жрать. Вау, пошло дело. Блин, пропустил прямо под конец. Тогда нет времени, чтобы выстрелить. Тучи, туп тебе. Вот же, да. Как стримить-то тогда? Спешит, спешит мисантроп. Ну, он примерно через... Ай, куда я... Продолжение следует... Примерно через 10 минут я тогда закончил. Опять кто-то отошёл. Блин, я сам даже не знаю, о чём я и говорю. У меня просто мысль не отодвигается. Так. Что мне нужно сделать? А, видимо... А, я понял. Нужно выкинуть, короче, этих чёрных мразей. Они бомбят, короче, это здание. Блин, хобби-то, сколько снял. Блин. Блин. Then there's no time to waste. Продолжение следует... 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 Чей-чей-чей! Я с тобой! Во! Спокойно! Так, мне сейчас не надо... Ни одно кольцо не надо пропускать! Поехали! Уй-уёёёёёёё! Уи-уёёёёёёёёёё! Уною, switches мученито у 많아서 С których пьяный датчан Всё выговорит. Это верно, не Супермен, а цирк какой-то. Пролетать через кольца. Ещё бы кольца были бы огненными. Тогда это вообще было бы просто шикарно. Давай, подымайся потихонечку. Так. Блин, когда же конец? Ну чё, заценили? Кто-нибудь заценил Пепси Мэна? Я нет ещё. Я вам там случайно скинул на Пепси Мэна. Где он типа такой Пепси Мэна и побежал. Красота. А я всё лечу или лечу по этим кольцам. А, вот и финиш, наконец-таки. Чё устроит? Уничтожь там Дарк. А, понял, понял, понял. А ну стоять! Только посмею его трогать. Вот сволочь, а. Не успел приземлиться. Блин, опять эти кольца. А я так долго летел. Ну, 4 минуты немало. Ну, тем более. Не-не-не-не. Ой. Как смачно я чихнул. Ё-моё, ты куда летишь? Пепси Мэн. Почти Супермен, только Пепси Мэн. Я сам удивлен, почему у меня такое... Чувствую, будто я должен продолжать. Потому что она проходит. Потому что эта игра проходит. Вот почему. И те, может, и пусть то, что... Не, меня дальше так... Я ещё скажу, что это по чистке предпоследний уровень. Игра 2 часа проходит. О-о-о-о, тем более. 2 часа. Но, учитывая ещё с сохранениями, это займёт мне примерно неделю. Так, по-моему, какую неделю ты ещё гонишься? Ну, или хотя бы пару дней. Пару. У тебя это займёт... Ну, если в таком же темпе играть, это у тебя займёт от двух до трёх вечеров. Два часа для Nintendo 64 и вообще для консолей этого поколения довольно-таки мало. Таки-то рик-то я иллюсю. Да, мизантроп, это не то, чтобы привычка, как бы... Хочешь-не хочешь вырабатываться со временем. Что лучше хуёвую, быструю и проходимую, чем какой-нибудь реально... Какой-нибудь вообще лютый трешак на, блядь, 20 часов и так далее. Два часа для такой консоли, как Nintendo 64 очень мало. Ну вот, поэтому лучше пройти как-то... ничем. Ничем, блядь, вообще никак. Мне же лунар попался, и ничего, и прошёл этот лунар. Не, ну мне практически сколько, я там 20 с хреном часов потратил, он прошёл. Да, блин, ты не можешь сказать, сколько ты там считал, сколько у меня на лунар ушло? 20? Не помню, кажется, да. 20 с чем-то часов я на лунар потратил. Да ё-моё, чё тонко... Мне же RPG не нравится. А вот и финиш, наконец-таки. Так, уничтожить этих, какого, ублюдков, окей? Ну, ты как сказать? Ну, относительно, относительно нормально. Но если сравнивать в плане Джерпы, то... Эй, 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 кто ещё мне там бомбит? Например, можно и получше было бы нарыть. Что-то пошло. Так, сейчас, надо мне найти того, кто мне бомбит. Кто-то тебя в букан терроризирует. А вот и он. Блин, он меня уже укокошил. Хм-хм. Так, ну что же. Прогресс, опять-таки, неплохой. Хоть и не очень приятную, но, по крайней мере, проходимую игру мне попался на Nintendo 64, но... Фух, я... меня нет сил на сегодня как бы продолжать. Ты лучше сейв где-нибудь пробей. Ну, нормальный сейв эмуляторный. Надо ещё, кстати, проверить на сейв. А то мало ли чего. Я же говорю, ты лучше эмуляторный сейв сделай. А то... Лоудки. А то будет как... Да это ты даже не проверять. Нам у тебя может и показаться, что всё на месте. Так, я тогда перезабыющу эмуляторы, если что. Ты эмуляторный сейв сделал? Сделал. Вроде бы... Сейчас проверю тогда. Superman 64. Можно мизантрог. Но если игра позволяет сохраняться, он сохранился в начале как бы миссии. То есть... То есть если бы он использовал бы стандартный сейв, он начал бы ровно с того же места. Да, всё работает. Ну и тем более эмуляторный сейв, он в данном случае он как такая техническая необходимость, потому что вот, например, вот у меня, например, когда Лунар проходил, я, например, без ведома я в него играл сколько часов, наверное... Сколько часов Лунар играл? Чёрт знает сколько часов. Там часа четыре, наверное, точно как минимум отыграл в Лунар, если не жесть. Потом сохранился, проверил сейвы, сейвы все на месте. А потом, когда снова запустил эмулятор, сейвов нет. Ну что же... И всё по-новой. Ну что же, я тогда на сегодня всё. Кто-нибудь там следующий может надумает постримить, так что не расходитесь особо далеко. А так, с меня, значит, сегодня всё. С вами был Ромарио. Это было прохождение на Сатурне Elevator Action Returns и, так скажем, First Run по Супермену 64. Всем до скорой встречи!